Уважаемые любители моих естественно научных роликов! Сегодня я нахожусь там, где размножаются и вырастают личинки минок. Это Ленинградская область, одна из речек, на которой как раз их собирают и исследуют. Я приехал сюда осенью для того, чтобы познакомиться вручную с тем, с чем я работаю, но и о чем пишу книгу. Я считаю, что контакт с материалом это главное для любого профессионального ученого. Поэтому пескоройки, облюбовавшие эти речки, мне дороги, как и сами речки. Надо сказать, что книжка-то будет посвящена не только пескоройкам, это будет маленький фрагмент, но важный, поскольку с ними связано очень много тонкостей, как в истории биологии, так, кстати говоря, и в кулинарии. Многие считают, что миноги, ну это что-то такое непонятное. На самом деле Генрих Первый, английский король, очень злоупотреблял миногами. Ему уже в конце жизни врачи отговаривали, что нельзя есть такое количество столь вкусных миног. Но он решил пожертвовать жизнью, но не отказаться от удовольствий. Собственно говоря, от чего и умер. Надо сказать, что эта традиция милая, английская, она сохранилась до настоящего времени. Баба Лиза в английском быту королева Елизавета II на свой золотой юбилей получила необычайный подарок. Этот необычайный подарок называется пироги с миногами, которые она с удовольствием и слямзила. Так что эта традиция живет и процветает, процветает в Англии. И миноги являются почти королевским деликатесом. То есть, как видите, интерес к ним не только научный, но и пищеварительный существует очень давно. Впрочем, и научный тоже, тут жаловаться нечего. Впервые миногами заинтересовались еще в 1830 году Йоганн Мюллер, тот самый, именем которого мы теперь называем гигантские нейроны, которые у пескороек, кстати говоря, достигают по моим расчетам 150 микрон. Я их просто специально много смотрел. И он это начал делать все в начале 19 века. И собственно говоря, интерес к пескороекам был вызван именно этими гигантскими клетками. Это потом стали изучать нейроны кальмара. А вот пескоройки, они были ключевыми и первыми. Более того, эти так называемые гигантские клетки Мюллера, которые проходят через весь спинной мозг, имеют диаметр в спинном мозге по 60 микрон. Это сам нерв гигантский, у нас таких нет. Они привлекают не только меня, и я не только на них потрачу время в своей книжке, но и выдающихся людей многих, очень неожиданных для вас. Кстати говоря, Фрейд, прежде чем податься в психоанализ и подлечить целых девятерых больных, он, собственно говоря, 15 лет отдал миногам, этим самым мюллеровским клеткам, которых изучал в нескольких местах под руководством достаточно выдающихся зоологов. Да-да-да, тот самый основатель психоанализа, оказывается, шагнул в него широким шагом. В общем, напитавшись миножьими впечатлениями, они были его музами, которые зубками или жирными тельцами, уж не знаю чем, но подтолкнули его от прикладной зоологии и нейробиологии мюллеровских клеток прямиком психоанализ. Так что, уважаемые слушатели, миноги во всех отношениях могут быть очень интересными существами, как в кулинарном, так и в научном плане. Собственно говоря, этому и будет посвящена книжка, которая будет называться «Мозг речной миноги», которую я сейчас готовлю, и скоро она отправится непосредственно в издательство. И там будет много чего интересного для зоологов и просто любителей жизни или притоков Финского залива, он же Маркизова лужи или Невская губа. Уважаемые любители моих небольших роликов про науку, я первую часть этого небольшого спича записал в Санкт-Петербурге непосредственно в дигих местах размножения миног и выращивания пескороек, которые несколько лет живут в этих самых речках, которые такие так хороши, что сам бы там жил. А сейчас я продолжу просто там в лесу, как вы понимаете, рассуждать про достоинство великобританских королей довольно сложно, поэтому я вынужден сделать некоторые пояснения, что, конечно, детали там того, как Генрих I околел от переедания миног, я, конечно, не помню. Дело давнее, кое-что подзабылось, все-таки жил он и умер в 1135 году. Давненько это все было, тем не менее, он был самым меньшеньким сыночком Вильгельма Завоевателя, ну и, соответственно, был довольно долго, 35 лет королем, а в общем злоупотреблял миногами. Я уж не знаю, что он помер от старости, от переедания жирных миног. Тут история умалчивает. Поэтому давайте помянем Генриха I, хотя дело и очень давнее. Поминаю этого красавца, кстати говоря, чудесным напитком. Это слива Мирабель. Она, давай, кисленькая такая. И у меня, видите, уже пузыречек почти созрел. Я вот как раз тестирую. Необычайная вкуснота. Ну, а насчет юбилея Бабы Лиза, Ализавета II, тут все просто. Дело в том, что есть традиция чуть не с тех времен, с Генриха I, даже, может, пораньше, о том, что на юбилей или коронацию жители Глоустера, соответственно, пекли пирог с миногами и поставляли. Но, надо сказать, Бабе Лизе не повезло. Потому что, когда было 25 лет юбилей, они смастерили пирог с миногами из местных, глоустеровских миног. А уже к 50-летию они их сильно подъели в Великобритании. И по этой причине пришлось их экспортировать из Англии. Не из Англии, а из Канады в Англию, что, конечно, является анекдотом. Но, тем не менее, что был, то было. То есть, миноги были импортные, канадские. Но, иначе говоря, на этом давайте королевскую тему закончим и посмотрим на замик миног. Конечно, они не очень могут понравиться. Но, посмотрите, сейчас как раз видно их зубки снаружи. Здесь слегка так со срезанными губками чувствительными, которые описывал Третьяков еще в 1916 году. Там еще, видите, внутренние зубы и такой язычок, который может пробурить дырочку, будь здоров, какого размера. А что они, собственно говоря, и делают? Здесь не очень впечатляющие существа. Но, если их разрезать вдоль, сделать такое сечение, ну, и посмотреть, все-таки голова-то вот такого размера. Там внутри тоже много ничего интересного. Он самый интересный объект моих исследований. Это маленький, беленький, сам вверху мозг. Но он нам готовит множество сюрпризов, что мне потребовалось почти 7 лет. И очень много сил для того, чтобы сделать полноценное описание, разобраться в тонкостях конструкции этого существа. Ну, могу сказать, что, посмотрев на сечение этого животного, можно посмотреть и на вид сверху. Вот от препарированный мозг. Вы видите, там сверху парные две пары таких полусфер. Это передний мозг, обонятный лук. Дальше промежуточный мозг, открытая большая полость четвертого желудочка. Рядом 2 слуховых капсулы. Где полукружные каналы? Всего их 2, а у нас 3. Ну, этого им хватает. У них там есть хитрое устройство. Я о нем пишу в книжке. Ну, и в финале могу сказать только одно, что книжка уже почти сделана. Вот у нее такая обложка, как вы сейчас видите. Но почему я об этом говорю? Потому что вполне понятно, эта книжка не о любви, не о войне и не о прочих глупостях. И не о том, как стать миллионером. Книжка описывает просто животное, которое живет вокруг нас. К тому же его едят. И у меня очень мало шансов, что она выйдет из печати. Слишком велики расходы на полноцветную печать такого шедевра. Поэтому очень надеюсь, что вы как-то проявите некоторый интерес к моей деятельности и поддержите по мере сил. Я, вы знаете, не обращаюсь сейчас никогда. Ну, стараюсь не обращаться. Почему? Потому что, ну, время тяжелое. Всем тяжело. Что там говорить? А уж фундаментальной наукой заниматься, как вы знаете, у нас даже по телевизору не приветствуют. Поэтому вот приходится яблочки запасать, сушить. На зиму. Поэтому буду крайне обязан и благодарен тем, кто поддержит это начинание, чтобы довести его до финала эстетического. То есть получить хорошую, интересную книжку. Так что за вас мои невидимые помощники, которым я бесконечно благодарен. Здоровья вам и хорошего настроения. Я постараюсь как-то развлечь вас хотя бы своими стариковскими роликами. До свидания. И яблочко. Очень интересное сочетание. Кстати говоря, оно, может быть, будет и в пирогах, и в ухах. У меня только один пузыречек. К сожалению. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok